Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 41 выпуск программы Гербы Городов России. Она выходит по выходным. Наш город сегодня, это город Дедовск. Еще в середине 19 века на месте нынешнего Дедовска стояло небольшое сельцо Дедковой деревни Обручайка. 50 лет спустя они немного расширились, если прежде в них было 15 дворов со 132 жителями, то стало 22 двора да появилась деревенька Антиповка с четырьмя дворами. Это был край подмосковных имений, усадеб, дач, где любая деревенька связана с каким-либо громким именем. Кто из знаменитостей не езжевал погостить к хлебосольному своему знакомцу? В Дедовый наведывался к бабушке. Коваленская Александра Блок. Поэт, как водилось тогда, принимал активное участие в домашних спектаклях и, конечно же, писал стихи. Литературной родиной называл Дедова Андрея Белой. Но жизнь окрестных крестьян шла своим чередом, который круто изменил 1911 год, когда строительная контора Верки начала строить предельно ткацкую фабрику. Неподалеку возникли два кирпичных завода, от которых к фабрике пролегла узкоколейная дорога. Дедовская мануфактура считалась современнейшим из российских текстильных предприятий. В 1913 году ставшими рабочими крестьяне окрестных деревень начали выпускать Миткаль, Батист, Кисею, Вуаль, Креп. Потянулись сюда и рабочие из других мест Подмосковья, а потом и других губерний. Вокруг фабрики вырос поселок. Дома администрации и технического персонала образовали главную улицу. С противоположной стороны поставили казармы для рабочих, огромные, четырехэтажные, из кирпича. Основательные, но малопригодные для жилья, на каждом этаже 67 комнат по 14 кВ. М и порой для двух семей. А сами казармы соединялись общими кухнями. Тяжелыми были и условия труда откачей. 9-10 часовой рабочий день делился на две части. Первая смена с 4 до 9 часов и с 14 до 18, вторая с 9 до 14 и с 18 до 22. К тому же зарплата была чрезвычайно низкой. Все это не могло не вызвать протест рабочих, с энтузиазмом встретивших февральскую революцию. Они сразу же явочным порядком установили 8-часовой непрерывный рабочий день, ввели новые более высокие расценки и отменили штрафы. В 1917 году на фабрике сформировались партийные ячейки социал-демократов и социал-революционеров. В трудные для страны годы гражданской войны фабрика остановилась и возобновила работу лишь в 1921 году, а несколько позднее началось жилищное строительство. Затем было построено здание школы, рабочий клуб, фабричное яслие, возникает фабрично-заводское училище. В 1937 году в Дедовском поселке открылся филиал вечернего техникума. Еще одна замечательная страница истории, о ней горожане узнали позднее, которой несомненно гордятся жителя Дедовска, существование неподалеку от города-полигона, где проводила экспериментальные запуски ракет-группы по изучению реактивного движения под руководством С.П.Королева. Когда в 1940 году Дедовский поселок был преобразован в город, в его черту вошли поселки Ткацко-Предельные фабрики, Тучковского керамического завода, бывший кирпичный завод в деревне Талица, и станция Гучкова с общим населением в 14 тысячах человек. Через год жители города встали на защиту Москвы. Их руками создавались оборонительные рубежи. Семь дней длились бои за Дедовск, но войти в него фашисты так и не смогли. Драматические события тех дней подробно описаны в воспоминаниях тогдашнего командующего Западным фронтом маршала Г.К.Жукова. Герб города. В лазуревом щиты стилизованная серебряная бобина с золотыми нитями, окаймленная золотом в виде литера Д. В зеленой главе, пересеченной нисходящими червляными брусками, золотая стилизованная кремлевская башня. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.